Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 8 ноября. Давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта, как и британский фунт, в целом выросли по отношению к американскому доллару. Ничего вчера такого сверхъестественного не произошло. Да, Банк Англии снизил процентные ставки, но очевидная поддержка действий канцлера казначейства Великобритании со стороны британского регулятора трактовалась в пользу дальнейшего смягчения процентных ставок, даже несмотря на то, что расходы, которые заложены в бюджет, могут привести к инфляционному всплеску. В принципе, Эндрю Бейли заявил, что пока все в полном порядке и экономика нуждается в стимулировании, которое Банк Англии будет ей оказывать путем дальнейшего снижения процентных ставок и поводов для пересмотра текущей позиции Банк Англии, даже несмотря на новый бюджет, пока нет абсолютно никаких. Это трактовалось все-таки в пользу экономики, в пользу британского фунта, который довольно неплохо восстановился после процентных ставок. Затем состоялось у нас заседание Федеральной резервной системы. Видим, что да, был небольшой всплеск волатильности, но, как и ожидалось, процентные ставки в США были снижены до диапазона 4,5-4,75. И в ходе сопроводительного заявления председатель Фреджером Пауэлл всячески старался уклониться от каверзных вопросов, но четко дал понять, что Центральный банк не будет прогибаться под новую администрацию Белого дома, что от политических решений Центральный банк полностью независим, и все свои решения, все свои прогнозы он делает, непосредственно опираясь на экономическую ситуацию. И главная цель Центрального банка – это экономика, а не политика. Ясно дал понять, что никуда не собирается он уходить, даже если Дональд Трамп попросит его покинуть свой пост. И, очевидно, это трактовалось все-таки в пользу рисковых активов. Выросли сильно фондовые рынки, рынки криптовалют, выросли, ну и американский доллар не получил той поддержки, на которую, я думаю, рассчитывали многие трейдеры. Очевидный курс Федеральной резервной системы по смягчению внешней кредитной политики сохраняется, хотя Пауэлл в некоторой степени и дал понять, что декабрьское снижение процентных ставок еще не окончательно, ничего по этому вопросу не решено, и все будет зависеть от поступающей статистики, особенно от рынка труда. В общем, как-то так прошло заседание, без особых каких-то эксцессов, без особых всплесков волатильности. И, очевидно, что сегодняшний день также не будет чем-то удивительным, особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Давайте с вами сразу посмотрим экономический календарь. Запланированы отчеты по изменению объема промышленного производства Италии, объем рочной торговли Италии. Выходят у нас данные по сальдо балансу внешней торговли Франции. Все это, конечно же, не представляет никакого большого интереса. Ну, а по СССР в Америке публикуются данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. За ноябрь этого года прогнозируется небольшое увеличение показателя. И инфляционные ожидания также прогнозируются без пересмотра. Поможет как-то это американскому доллару? Лично я сомневаюсь и ожидаю сохранения торговли в рамках того бокового канала, того диапазона, который у нас образовался на этой неделе, без каких-то существенных всплесков и сильных направленных движений. Что касается технической картины, числой график евро-доллара, конечно, хотелось бы, если покупать евро, то как можно ниже, где-то в районе 0,754 на ложном пробое, можно будет увидеть проявление здесь, по крайней мере, я на это рассчитываю, покупателей с целью восстановления к 0,792. Если быки забирают в первой половине дня этот диапазон, прорыв с обратным тестом проторговка выше этого диапазона, все это может привести к движению на 0,822. Но, как мне кажется, перспективы выхода выше этого диапазона довольно сомнительные. Но если так случится, то продажи буду смотреть от 0,855 в расчете на ту же коррекцию 25-30. В короткие позиции 0,792 на ложном пробое, 0,822 все-таки вот этот медвежий рынок, хоть и у нас и коррекция, пока никуда не ушел. И ложный пробой от этих двух диапазонов будет хорошей точкой входа на продажу. Целью будет 0,754, но прорыв этого диапазона свалит, я думаю, евро на 0,715, где я посмотрю покупки сразу на сколько с движением? 25-30 пунктов. Что касается британского фунта, здесь у нас торговля ведется вокруг 0,2972. Ложный пробой на этом уровне на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики даст точку входа на продажу. Идем с коррекцией на 0,2935. Здесь уже ожидаю более крупного и активного проявления покупателей. Если здесь на ложном пробое происходит движение на 10-15 пунктов, и опять же возвращаемся к 0,2935, то откладываю покупки на от сколько? 0,2899 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов. Длинные позиции буду смотреть на движение вниз к 29-35 к среднему скользящему на ложном пробое. Ну а если покупатели все же заберут в первую половину дня 29-72 проторговка, закрепление вышитого диапазона, все это может спровоцировать новое движение фунта вверх в район 30-06 и с 30-40 перспективой, где буду продавать на сколько с движением в 25-30 пунктов. Короткие позиции от 30-06, как и от 29-72, только при формировании на ложного пробоя. Всем удачи и хороших выходных! Субтитры сделал DimaTorzok